17.00 в Москве. Меня зовут Оксана Кочкина и этот час предлагаю нам с вами провести вместе. Начну с того, что в Москве открыли турнир для отстраненных от игры 2016 года российских паралимпийцев. Как и обещали, событие прошло масштабно и русская калинка звучала, и на что дистанцевала. И на большом экране показывали самые знаменитые места нашей необъятной страны. Паралимпийцев приветствовал весь зал. Они выходили на сцену по командам. У каждой была картинка с определенным видом спорта, а ведущие объявляли самых-самых. Инициатором проведения турнира стал президент России. Причина – недопуск команды к играм. Теперь свое мастерство паралимпийцы покажут на родине. Причем призовые на соревнованиях будут такие же, как олимпийские. Правительство страны приняло решение, в общем-то, такое же решение о поощрении наших паралимпийцев, так же, как бы вы вступали на паралимпийских играх в Рио. Если вы покажете те результаты, которые соответствуют тому мировому уровню, на который вы готовите. Федору Тервякову удалось пообщаться с будущими чемпионами. Давайте узнаем, как они настроены. Федя, приветствую тебя. Расскажи, пожалуйста, о наших спортсменах. Какой настрой? Оксана, приветствую и тебя. Да, в отличном настроении. Наши паралимпийцы только что завершал этот концерт Полина Гагарина. Вот звездный дождь на всех обрушился. Вот группа поддержки. Ребята сейчас будут провожать. Будут провожать, потому что игры пройдут в Подмосковье. Сейчас они наших паралимпийцев разведут по автобусам. Те разъедутся и завтра уже будут тренироваться. Вот у нас двукратная золотая паралимпийская чемпионка Тамара Подпальная. Скажите, пожалуйста, ну как вам сегодня? Сегодня шикарное открытие. Мы даже не ожидали. Думали, что намного скромнее будет. Нам все понравилось. Спасибо, хочется сказать всем за поддержку. Правительству, артистам. Всем всем, кто был. Гостям, родственникам, которые звонят и поздравляют. И желают удачи нам. Но вы вот соревновались, вы два раза стали лучшей на Паралимпиаде. Два раза завоевали серебро. Сейчас вы будете только с российскими спортсменами соревноваться. Обидно? Обидно, конечно. Я даже не с российскими спортсменами буду соревноваться. Я буду соревноваться сама с собой. Потому что у меня даже соперников завтра не будет. Я просто должна завтра показать свой наилучший результат, который бы я могла показать в Рио. С которыми я хотела приехать, привести этот результат, там показать. Ну, сейчас-то вас утешило как-то вот песни Гагарина и Лазарева? Ну, немножко. Немножко как бы мы сами себя успокаиваем, что все хорошо, жизнь продолжается. Все равно мы сильные, и нас поэтому боятся. Ну, у вас же вот еще дочь в легкой атлетикой, да, Ульяна? А ты будешь выступать на соревнованиях? В дальнейшем? Да, конечно. Я продолжаю заниматься. Независимо от того, какая ситуация сейчас с спортом у нас, я продолжаю заниматься легкой атлетикой. Ну, маму хочешь опередить или хотя бы сложно будет без ее успеха? Она в тяжелой атлетике, я в легкой, но у нас одна цель выступить на следующей Олимпиаде в Токио вместе, чтобы флаг поднялся наш российский. Ну, спасибо. Мы вас отпускаем. Бегите в автобус. Оксана, хочется только добавить, что вот у олимпийцев есть еще один неплохой стимул. Сказали, что для них призовые будут те же, так что не исключено, что Тамара с Ульяной уедут с подмосковных соревнований на новеньком БМВ. Желаем им победы, конечно же. Несмотря на то, что наша паралимпийская сборная в Рио не поехала, они все равно победители. Спасибо тебе большое. Это был мой коллега Федя Червяков.